Международный форум 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 развивается и приобретает все более и более современные очертания. Вы сами упомянули слово «консолидация». Каждый год для форума выбирают самые актуальные темы. В этом году консолидация. А что еще, какие еще темы или что конкретно о консолидации будут обсуждать в этот раз? Вообще, в этом году практически два направления будут более глубоко анализироваться. Это оказание услуг в электронном виде и защита информации при оказании этих услуг. Это два очень важных ключевых вопроса, от решения которых зависит уровень информатизации нашего общества. Без этого не может работать ни электронное правительство, ни целый ряд программ, которые связаны уже с обслуженным населением. Мы сейчас имеем наш интернет-портал, где оказывается 200 государственных услуг, 1500 муниципальных услуг и 750 федеральных. Это пока еще, будем так говорить, справочно-информационный материал. А надо уже на пятом этапе нам полностью эти услуги оказывать в электронном виде, чтобы человек, получив информацию, не ускорял свою деятельность по получению этой услуги, а чтобы он ее просто получал, как в магазине. Пришел и говорит, мне нужен вот этот товар. Ему говорят, пожалуйста. Спокойно, совершенно он приобретает. Но одновременно с этим, конечно, важно еще и обеспечить защиту персональных данных, потому что совершенствуется система оказания услуг в электронном виде. Но хакеры тоже не спят. Вы понимаете, сейчас уже это связано и с финансовым ресурсом, с получением различных пособий, заработных плат, с затратами, с покупками. И если эти данные не защищать, если эти системы будут заоткрыты, тогда можно не получить не услугу, а лишить пользователя определенных заработанных им средств. Да еще и доверие его потерять. Что само по себе не совсем правильно. И мы сейчас вот этим вопросом здесь должны серьезно позаниматься, с тем, чтобы обеспечить и большое количество услуг, оказываемых в электронном виде, и в то же время, чтобы вся эта работа была очень серьезно защищена. А какие, можно ли говорить о каких-то успехах, которые демонстрирует Нижегородская область именно в сфере развития информационных технологий? Что у нас особенно хорошо получается? Ну, посмотрите, вот мы закончили сейчас формирование самой материально-технической базы работы с населением по оказанию услуг. Это многофункциональные центры работы с населением. Их у нас сейчас уже 63. Абсолютно во всех наших районах, городских округах эта работа завершена. Кроме этого, в населенных пунктах свыше тысячи человек проживающих. Есть еще и отдаленные окна, чтобы в районные центры можно было не ездить. То есть это все уже работает. Поэтому это вот первая наша, наверное, особенность, потому что не все и далеко не все регионы еще завершили эту работу. Мы планируем в 2015 год сделать годом такого прорыва в области увеличения количества услуг. Вот ведем переговоры сейчас с Росреестром, с тем, чтобы здесь в многофункциональных центрах оказывались услуги и по реестру, и по кадастровой палате. Это приблизительно 70% услуг вообще так, по большому счету. И когда это нужно из одного города ехать в другой, а здесь все в пешеходной доступности будет на МФЦ, это, наверное, будет более правильная схема. Если говорить о результатах, то количество пользователей нашей системы интернет-портала, оказания услуг и всех программ по 2014 году увеличилось на 20% по сравнению с 2013 годом. Это говорит о том, что население поддерживает такую работу, активно пользуется, что у нас все больше и больше появляется людей, которые на «ты» с компьютером, и мы эту работу тоже проводим, в том числе на IT-форуме, повышение компьютерной грамотности, особенно старшего поколения. Дети-то они уже все компьютеризированы, такие малыши уже все с гаджетами ходят и решают многие проблемы самостоятельно. Поэтому вот эта особенность наращивания темпов, она присуща сегодня в Нижегородской области. Вы сейчас обошли здесь первый павильон, вам показали, что представляют участники форума, что привлекло ваше внимание, что запомнилось? Очень хороший проект, мне понравился он, именно присущ 2015 году, связанный с праздником 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Дети, подростки с использованием информационных технологий уже изучают историю, проектируют различные образцы военной техники, собирают материалы о том, как молодые люди, подростки, дети участвовали в боевых действиях, трудились здесь на Нижегородской, Горьковской тогда земле, на полях, на фабриках. Понимаете, говорят о своих прадедах, вспоминают, что они сделали в годы Великой Отечественной. Это дорогого стоит. Компьютерные технологии расширяют наши возможности работы с архивами. И когда в архиве маленький мальчик находит информацию о том, за что ордена получил его прадедушка, и свободно об этом говорит, когда он изучил архивные материалы по вооружению, которое изготавливалось на Горьковской земле, и знает, сколько было произведено. И это тоже очень хороший знак. Ну и, конечно, наше высшее учебное заведение сегодня демонстрирует довольно-таки много новых открытий в различных отраслях, знаний. И мы видим, что и в нашем государственном университете Лобачевского, и в Нижегородском техническом университете, и в Строительной Академии все уже настроено на современный лад, и что наше возрастающее поколение получает сегодня знания на самом высоком уровне IT-технологий. Это тоже впечатляет. Я хотела вас как раз спросить о том, что же могут обычные люди увидеть на форуме высоких технологий. Вот, наверное, это в первую очередь. Да все. Посмотрите, что демонстрирует сегодня компания Intel. Они демонстрируют часы, на которых можно получить уже всю информацию и о себе, и о том, не надо смотреть в телефон, часы показывают, какие сообщения тебе пришли, кто звонил. То есть вот идешь, смотришь, сколько шагов прошел, сколько калорий сжег в результате этой пешей прогулки, какое давление, и целый ряд такой информации, которая уже работает в дистанционном режиме, и я думаю, что компания Intel самая такая продвинутая в плане информационных технологий. И это давний наш партнер, партнер, который считает, что наша нижегородская земля наиболее продвинута в области IT-технологий, что здесь очень много талантливых молодых людей, которым можно доверить любую работу и по программированию, и созданию программного продукта, и целый ряд других направлений информационных технологий. Мы вас уже семь лет подряд приглашаем сюда, в Купол. Как вы оцениваете вот этот проект информационный? Проект, безусловно, хороший. Посмотрите, мы сейчас имеем очень хорошее присутствие на восьмом международном форуме информационных технологий. 1200 уже зарегистрировалось, но вообще в электронном виде зарегистрировалось 1500 участников. Я думаю, что они сейчас в течение дня все уже фактически придут и зарегистрироваются. 60 субъектов Российской Федерации. Безусловно, это хорошая представительная аудитория, но использование современных IT-технологий как раз связано с тем, чтобы многократно увеличить информацию о том, что здесь происходит. И вот проект Купол, он позволяет десятки раз, если не больше, расширить эту аудиторию, донести все то, что здесь происходит. А здесь будет проведено около 50 конгрессных мероприятий различных. Это и мастер-классы, и круглые столы, и панельные дискуссии, и практические мероприятия. Все это будет показано, об этом будет рассказано. И даже люди, которые находятся далеко от Нижнего Новгорода, при их интересе могут абсолютно совершенно все узнать и всем попользоваться. Это очень правильное направление, потому что информация – это самое главное, чем сегодня обладает человек. И только на основе хорошей информации можно принять правильное решение. Ну и последний вопрос. Чего бы Вы могли пожелать участникам форума, гостям и тем, кто пока еще сюда не пришел? Ну, я хотел бы прежде всего пожелать плодотворной работы всем участникам форума, активных контактов с тем, чтобы как можно больше полезного, современного каждый из участников форума увез с собой, и чтобы мы, обмениваясь нашими достижениями, одновременно посмотрели и на проблемы, которые существуют, нерешенные вопросы, подумали, как это все побыстрее решить. И я хотел бы, чтобы у каждого отношение к информационным технологиям было такое, что без них сегодня жизнь наша скучна и однообразна. И мы должны здесь, решая многие вопросы, ускорить внедрение IT-технологий во все сферы нашей жизни. Добрый путь, всем хорошего настроения, и хотел бы еще пожелать одновременно с участием в форуме познакомиться с нашим городом, с его историей, с его людьми. Приятного Вам пребывания на нашей инженерской земле. Ну что ж, большое спасибо. Я хочу сказать нашим зрителям, что нас можно видеть не только в интернете, но и приехать на ярмарку для тех, кто может это сделать и посмотреть все воочию. Приходите, форум будет работать несколько дней, здесь будет масса интересных мероприятий. А Вам спасибо за то, что пришли к нам в Купу. Все доброго.